Внимание! Служба! Запуск! 5, 4, 3, 2, 1... Это похоже на взрыв. На самом деле, на полную мощность заработали камеры сгорания. Полет двигателя — третья ступень ракеты-носителя «Союз» без полета на испытательном стенде. Только так можно увидеть его работу, минуты испытаний, чтобы потом всего 5 минут прожить в реальном полете и в прямом смысле сгореть на работе, в плотных слоях атмосферы. Двигатель состоит из 6521 наименования деталей. Для этого потребовалась разработка более 10 тысяч уникальных технологий. После испытаний двигатель отправится на берега Волги, на ЦСКБ «Прогресс» и займет свое место на ракете. Этот ЖРД, жидкостно-ракетный двигатель третьей ступени, пролетел сквозь всю историю космонартики. Его научили летать еще в конце 50-х. Потом, в 1961 году, именно он выполнил историческую миссию — вывел на орбиту первого космонавта планеты. Это двигатель, который создавался с белка. То есть документации и предварительное изготовление никаких узлов не было. С тех пор к двигателю прибавились еще три камеры сгорания. Он в несколько раз увеличил свою мощность. Технологию производства, словно лучшую деталь, здесь шлифовали годами. Ее немаловажный аспект. Каждый специалист взаимозаменяемый может выполнять сразу несколько операций. Однако есть и психологический момент. Пока собирают двигатель, никогда не обсуждают его назначение. Не важно, будет ли он выводить космонавтов на орбиту или транспортные грузовики «Прогресс». Такое трепетное внимание к ракетному двигателю позволяет выполнять самую ответственную работу. Выводить на орбиту пилотируемые корабли «Союз» и помогать космическим грузовикам «Прогресс» добраться до МКС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова